Это головка с двигателя BMW M40 Это микровидео Дополнение в общую коллекцию информации По BMW Это головка с рядной четверки И она фактически является Урезанной версией Головки с M70 V12 То есть конструкция Головки в принципе основные Не имею ввиду размеры Основные параметры все Такие же Камера сгорания имеет Вытеснитель С одной стороны То есть вот он Хороший развитый большой вытеснитель С хорошей ступенькой Чтобы обеспечить Должную турбулентность заряда В конце такта сжатия С другой стороны Со стороны свечки Здесь вытеснитель Выполняется гладким Для того чтобы обеспечить Улучшенное наполнение цилиндра По спирали То есть когда свежий заряд Поступает в цилиндр Он проходит через канал И вот так вот по спирали Заполняет цилиндр То есть с этой стороны Вытеснитель делается Более сглаженным В частности на этой головке Здесь вот в одном месте К сожалению Немножко Ну не немножко Повреждена резьба Под свечу зажигания То есть она немножко Не сорвана конечно полностью Но повреждена Но тем не менее головка еще Вполне рабочая И пилить я ее не буду То есть эта головка еще должна Быть теоретически использована Восстановлена И установлена на двигателе Мне дал ее Парень один из Харькова Я ему до этого делал Там на разные проекты головки В общем все ссылки в описании Вот Ну такое небольшое видео Именно по этой головке То же самое касается распредвала Но к сожалению Конструкция распредвала Здесь аналогичная Как на В12 По приводу То есть гидрокомпенсаторы Стоят в колодцах Вот в этих вот Соответственно Привод идет через рокер И так далее То есть похоже На жигалевскую конструкцию Ну и конечно же Вот он сам распредвал И здесь Я не могу Не заметить Что Вернее я случайно Его не так положил Вот он распредвал Он имеет характерное Повреждение К сожалению То есть я его ставлю На место Ну и можно Сейчас я какой-нибудь Найду Носик Ну например Вот этот вот Носик Вот здесь вот Будет хорошо видно Что вал имеет Повреждение характерное То есть он Ну Разбился То есть На практике Все-таки Получается Что именно Такая конструкция Распредвала С приводом С рокерами Не сильно Удачная Не сильно Оправданная И к сожалению Именно в этой версии Головки То есть завод Ну не сделал Скажем так Выводов Что нужно Немножко Видоизменить Конструкцию Чтобы ее Решить Чтобы не было Вот подобных Повреждений Кстати Вот здесь вот Второй Например Кулачок Здесь Это как раз Кстати говоря Вот что интересно Вот это вот Впускной кулачок То есть вот он Впуск И он имеет Очень серьезное Повреждение Ну вот здесь вот Хорошо видно Что Он имеет Огромнейшую Здесь ступеньку Которую Я пальцем Ощущаю То есть там где-то Около Ну может быть Не миллиметр Но где-то Десяток Пять-семь Там точно есть Если я Его так спокойно Могу Пальцем То есть задеть Поэтому Причем То есть опять же Таки Возвращаясь К теме Что Это именно Впускной Кулачок Обычно Подобное Повреждение Имеет выпуск Но выпуск Здесь тоже Не остался В стороне Он тоже имеет Подобное Повреждение Повреждение На выпуске Но почему-то Впуск имеет Повреждение Больше Смазка Всего механизма Осуществляется Через Центральную Опору То есть вот он Канал Больше нигде Его Нету То есть масло Поступает В распредвал В центральную Опору Внутри Канал И Просверлены Отверстия Для смазки Всех остальных Шеек То есть сверху Смазываются Кулачки Здесь должны Смазываться Трубкой То есть полив И это Я так понимаю Это одна из причин Быстрого выхода Из строя Потому что Трубка Возможно Забивается Либо просто Масло Не доходит То есть В силу Каких-то Обстоятельств Либо из-за Низких оборотов Двигателей Малой Производительности Масляного Насоса Но факт Заключается В том Что Кулачки Я так понимаю Что они Просто Смазываются Хуже Чем Должны Смазываться То есть Это одна из причин Таких повреждений В то же время Пружины клапанов Здесь стоят Хорошие Усиленные Здесь такие же Пружины клапанов Как на М70 То есть Более детальная Информация Я рассказывал В видео О уголовках М70 То есть Они развивают Достаточно Хорошее усилие И поэтому Двигатель работает На должном уровне Хочу также добавить Что хорошая Жесткость Пружин клапанов В данном случае Не является Причиной Износа Распредвала Как считается В народе Постель распредвала Выполнена Уже здесь Одним целым С головкой Здесь применяются Шпильки М7 Что хорошо Само по себе Но тем не менее Почему-то здесь Бугеля Стоят Просто Вот на шпильке Он стоит То есть Не имеет Никаких Здесь Направляющих Причем Хочу заметить Что Можно конечно Сказать Что Просто Направляющие Здесь Отсутствуют В силу Каких-то Обстоятельств Но здесь Места Очень мало То есть Шпилька Включается В телоголовки И там Очень мало Места Чтобы разместить Направляющие Поэтому здесь По конструкции Их нету Хотя на первой Шейке То есть Которая с сальником Здесь все-таки Направляющие Присутствуют Присутствуют Для того Чтобы Отцентрировать Хорошо Бугель И сальник Стоял На своем Месте Что касается Технического Состояния Здесь Как на всех В принципе Головках БМВ Присутствует Повышенный Люфт На выпускном Клапане К сожалению Они все Изнашиваются Здесь Больше Именно Выпуск А впуск Здесь Имеет В принципе Стандартное Нормальное Штатное Установочный Зазор Ну конечно Чуть больше Чем Минимальный Но Технически Вполне В отличном Состоянии Но все же От М70 Эта головка Немножко Отличается Она отличается Каналами Если Впускной Канал В принципе Здесь Ну Можно сказать Не сильно Подвергся Видоизменениям То Выпускной Канал Здесь Немножко Отличается Здесь Выпускной Канал Имеет Уже Более Прямоугольную Форму В отличии От М70 То есть Есть Прилив Под Направляющую Там Но он Не оказывает Существенно Большого Какого-то Пагубного Влияния На Пропускную Способность Канала Ну и Так же Канал Сделан Прямоугольным Сечением Чтобы увеличить Его площадь Поперечного Сечения То есть И разместить Компактно В головке То есть Чтобы Мешает Здесь Компактному Размещению Шахта Под Свечу Зажигания На этом В принципе Все Еще раз Выражаю Благодарность За предоставленную Головку На этом Все Благодарю За внимание